Я думаю, как раз у нас уже 10 человек, я вижу. Наверное, можно начинать. На всякий случай напишу «Добрый день» и спрошу, слышно ли меня. И видно. Отлично. Так, ну что? Тогда сейчас начнем. Давайте сейчас еще одну секунду. Закрою все лишние программки, чтобы не мешало. Слышно и видно. Ну, отлично. Ну что, тогда начинаем. У нас сегодня продолжение цикла вебинаров. И вот, собственно, в рамках такого общего шаблона, наверняка его все уже много раз видели, график проведения вебинара в рамках школы грандмейкинга. И сегодня у нас, судя по графику, 23 декабря 2015 года и тема информационного освещения результатов конкурса. Как рассказать о том, на что выделены средства. Я думаю, в принципе, вот, да, еще базовая история, то, что продолжить этот семинар до 30 минут и можно задавать вопросы. Я даже считаю, что нужно задавать вопросы, потому что, ну, в принципе, это общая тема такая, теоретическая, если так вот ее в целом подходить. А, скорее всего, у каждого из вас есть свои детали, какие-то конкретные затруднения, вопросы, с которыми можно по этой теме разобраться. Поэтому я постараюсь сейчас вот быстро уложиться вот в выделенное время по общему подходу. И дальше буду ожидать от вас вопросов. Но, тем не менее, вопросы имеет смысл задавать и сразу по ходу дела. Можно и в общем чате, можно и вот в отдельной, тут есть вкладочка, вопросы. Но, наверное, в общем чате удобнее. Итак, наверное, поехали. Информационное освещение результатов конкурса. Как рассказать о том, на что выделены средства, ведущий Владимир Вайнер. Владимир Вайнер, это я. Я работаю директором фонда развития медиапроектов социальных программ Goodway. Сегодня мы, конкурсы, я провожу конкурсы, наверное, еще с фестивалем молодежи и студентов в Москве с 85-го года. Вот, со школы. И все время вокруг какие-то конкурсы, конкурсы, конкурсы. В общем-то, каждый месяц какой-нибудь конкурс происходит, и каждые полгода что-то надо освещать. Поэтому, собственно, наверное, я и веду этот вебинар. Ну что, у нас первая тема. Добрый день. И первый вопрос, зачем нам вообще рассказывать результаты в конкурсах? Ну, потому что это все-таки дополнительные ресурсы, дополнительная энергия, дополнительное время. Люди слава богу, конкурс провели, раздали там то, что обещали, и все. И, соответственно, несколько ответов. Я думал сначала ответы по очереди делать, но потом увидел, что всего 30 минут, и решил их просто сразу вам выложить. Но озвучу, если будут вопросы, задавайте. Ну, во-первых, он зачем рассказывать в результатах, чтобы давать не только деньги, но и славу участникам и победителям. Это вроде бы такая понятная история, но она очень помогает как раз тому, чтобы эти участники, получив даже иногда небольшие деньги, смогли больше гораздо получить ресурсы, благодаря тому, что благодаря освещению, поддержке, информированию, мы еще будем говорить через какие каналы, ведь для кого, собственно, получили больше, чем даже конкретные деньги конкурса. Второе, чтобы поощрить проигравших. Вот это вот интересная история. Мне кажется, вот сейчас заметно очень, как только что прошли два больших конкурса для, например, социальных предпринимателей. Один конкурс проводил фонд на встречу переменам, другой конкурс проводил САП. И там и там, вот я сейчас вижу, что люди, вот по крайней мере, вот по САПу, вчера буквально встретил информацию, что вот мы такие молодцы, мы вошли в 70 лучших проектов, то есть не победители, но тем не менее мы вошли в 70 тысяч 400, мы вошли в 100, в 200, в 300, в 400 тысяч 400 и так далее. Но тем не менее, это вот такой хороший способ, на мой взгляд, как раз поощрения проигравших. Прямо отдельно нужно продумывать, а что мы сделаем для проигравших, так, чтобы им было хорошо. Может быть, просто хотя бы там напечатать им диплом, что они были участниками конкурса, или благодарность, все равно торжественно вручить, все равно поощрить их за то вложение, которое они сделали, участвуя в конкурсе. И это вторая опция. Третья, мне кажется, что нужно стимулировать тех, кто не принимал участие в конкурсе, чтобы принимали участие в следующем, просто видя, что вот другие-то участвуют, а даже некоторые побеждают, а мы-то что ж, вот в стороне сидим. Поэтому это вот такая тоже задачка и ответ на вопрос, зачем. Четвертое, чтобы стимулировать тех, кто выиграл, не откладывать старт работ, потому что, если, например, выиграла организация, а и при нее начали сразу писать, что вот, они выиграли интересный проект, он уже начинается. Мы таким образом создаем ситуацию, когда очень сложно отложить реализацию проекта, что свойственно большинству людей откладывать все вот на последний момент. И пятое, чтобы содействовать эффективному расходу средств, благодаря тому, что благодаря информационному освещению результатов конкурса, гораздо больше людей будет смотреть за этой организацией, ждать от нее чего-то, заходить к ней, уточнять и так далее, и так далее. И когда не получится таких историй, как иногда бывает, когда вдруг выясняется, что была такая организация в регионе, и получила, и много получила, и наобещала, и ничего не сделала, никто об этом не знал, и выяснилось уже, когда там какое-нибудь федеральное казначейство завело уголовное дело. Соответственно, чтобы этого не было, вот самая простая и не жесткая, не директивная, не фискальная, никакая история, это просто рассказывать и благодарить этот регион за то, что там такие замечательные организации получили такие деньги. Вот, это, соответственно, ответ на вопрос, зачем? Возможно, есть еще какие-то у слушателей ответы на этот вопрос. Ну, соответственно, вот добавляйте. Зачем нам рассказывать о результатах конкурса? Конечно, можно сказать, потому что положение такое, потому что сказали, надо рассказать, мы поэтому разошлем релизы, да, там уже быть как будет, но, на мой взгляд, важно как раз для себя внутри, как организатору конкурса, или для себя внутри, как победителю, или даже просто участнику, вот на эти вопросы ответить. У каждого, соответственно, какие-то из этих ответов будут. Но, тем не менее, вот сам по себе даже вот такой вопрос, и нахождение на него ответа, это, мне кажется, правильный шаг. Идем дальше. Кому необходимо рассказывать о результатах конкурса? И, в первую очередь, конечно, тем, кто участвовал. Хотя бывает иногда так, что ты участвуешь в конкурсе, а рассказали только победителям, а не победители забыли. Вот, прям реально так часто бывает. И сами иногда так вот неожиданно узнаем, что уже все, оказывается, прошло в некоторых конкурсах участвуют. И так далее. Поэтому это вот такое самое первое и базовое. Второе. Тем, кто не участвовал, но потенциально может участвовать. Рассказать им о том, что вот, прошел конкурс, да, им будет жалко, они будут говорить, вот, а что ж вы так, нам никто не сказал. Но при этом нужно тогда сказать сразу о том, а где была информация, чтобы в следующий раз эти потенциальные ваши участники знали о том, где следить за информацией. Может быть, это будет, конечно, просто сайт организатора конкурса, а может быть, какие-то партнерские СМИ, а может быть, какой-то определенный там информационный ресурс. И так далее. Следующее. Журналисты и средства массовой информации. Почему отдельно? Потому что журналисты – это конкретные люди, средства массовой информации – это организация. Вот имеет смысл и тех, и других отдельно рассматривать и формировать, с одной стороны, пул журналистов, которые вы видите, например, в конкретном регионе. Всегда очень конкретная небольшая группа людей пишет о подобных явлениях, о социальных проектах, тем более о конкурсах. И поэтому логично, что достаточно легко создать такой вот список пул журналистов, которым об этом сообщить. А средства массовой информации – это уже другие инструменты, но тем не менее нужно тоже рассылать информацию и абстрактно на деревню дедушки, главную редактору средств массовой информации, информацию о том, что в вашем регионе или в вашем профиле, по вашей тематике вот прошло такое и победили театры. Следующая администрация – это ведомство. В общем, здесь даже, мне кажется, это скорее формат, мы к этому еще подойдем, благодарности и информирования с предложением о сотрудничестве. Потенциальным партнерам, которые могут поддержать тех, кто победил или даже тех, кто проиграл. И вот это тоже важный момент как раз, почему надо информировать. Потому что это может оказаться так, что простое информирование увеличит масштабы конкурса и его даже вложение, бюджет конкурса на порядке, если к этому подойти вот так серьезно, именно к части информационной. Следующий экспертам, которые принимали участие в оценке. Вот я очень часто работаю экспертом, и очень редко мне сообщают, что же в результате получилось. То есть я сам там ищу, оказывается, вот так и так. Вот. И это, соответственно, важный момент с точки зрения того, что я как эксперт, и как экспертами оказываются такие референтные люди, которые много еще потом кому чего расскажут. И важно поэтому, чтобы эти эксперты рассказывали информацию, которая идет от организатора, а не свои какие-то там гипотезы того, как все было на самом деле. Вот. И следующее – это клиентам и благополучателям организации-победителей. Это самое интересное и самое, может быть, в некоторых конкурсах сложная задача, но если есть такая возможность, по сути, через голову победителей сообщить целевой аудитории, благополучателям, победителям о том, что у них есть такая-то организация, которая победила, и что теперь туда надо идти за всеми своими благами, сервисами, услугами и прочим, вот это как раз и есть такая супер гарантия того, что организация точно все будет делать хорошо и получит реальную возможность реализации какого-то серьезного общественного блага или шанса на серьезные изменения в общественной среде. Идем дальше. Если будут вопросы, вы задавайте, а то, когда вот так вот просто рассказываешь, рассказываешь, видишь число участников и все остальное, кроме своей картинки, замерло, приятно видеть, когда есть вопросы или какие-то уточнения. Идем дальше. Где нужно говорить о информационном, о конкурсе? Ну, вот идеальный вариант, даже если у вас региональный конкурс, говорить об этом надо на федеральных информационных ресурсах. И самые простые федеральные информационные ресурсы в поле некоммерческих организаций, это, конечно, там агентство социальной информации, это филантроп, это, может быть, такие порталы поменьше, типа портал НКО-портал, Я-человек и так далее. Ну, и кроме этого, подобную информацию, например, уже можно посмотреть по профилю просто, кто именно пишет про подобные темы и туда посылать. Почему это важно? Потому что это как раз резко повышает статус победителя, если победитель региональный, а конкурс был федеральный. И эта вот публикация на федеральных ресурсах гарантирует, что она будет перепечатана потом в региональных ресурсах. Практически всегда. То есть логика именно федеральных ресурсов, потом региональных ресурсов. Редко получается наоборот, если вы опубликовали на региональных ресурсах, редко идет на федеральных, а вот наоборот, постоянно. Соответственно, следующий шаг – региональные ресурсы. И здесь уже больше возможностей для публикации. Здесь можно делегировать эту возможность как раз победителям, рекомендуя им какие-то определенные правильные тексты, релизы и так далее. Дальше – порталы администрации. Прямо высылать на порталы администрации, на соответствующие профильные министерства ведомства портала информацию о том, что вот по этому профилу прошел конкурс, вот такие победители, просим опубликовать и так далее. На инвестиционных и экономических формах региона или отрасли. Вот это, мне кажется, очень важная штука. Любой конкурс, даже если это конкурс… У нас большинство конкурсов, все-таки мы говорим, наверное, о финансовых конкурсах. Но даже если это не финансовые, а там конкурс на лучшее решение, на лучшую практику, на лучший элемент будущего какого-то кластера социального и так далее, о чем сейчас модно стало говорить. Это все, в общем-то, темы, связанные как раз с нефинансовым сектором экономики, либо напрямую финансированием экономики через некоммерческий сектор. И это важно именно так рассматривать. Благодаря таким конкурсам, благодаря тем, кто организует конкурсы в регионах, благодаря тем, кто получает деньги в регионах из, в том числе, федерального бюджета, вот и пополняется федеральный бюджет. И это надо прям так рассматривать, что вот там пять организаций, которые за год победили там в таких-то конкурсах, например, привлекли в этот регион федеральных средств и средств там частных фондов и бизнеса на какие-то суммы. И это очень серьезная штука, которая должна звучать на инвестиционных экономических формах регионов. Соответственно, нужно туда тоже так же писать, говорить, предлагать, создавать совместные секции, если не получается так привлекать на помощь какой-нибудь Минэкономразвития с соответствующими департаментами и так далее, получая себе площадки на именно серьезных вот таких вот мероприятиях для сообщения о том, что вот у нас был конкурс, или мы победили в конкурсе и так далее. Естественно, на сайте, и не всегда естественно, но необходимо, в офисе каждого победителя. Прямо вот, чтобы было вот такое вот, входишь и понимаешь, о, да это же победитель. Вот, не где-то там в кабинете директора глубоко там на стене, в рамочке, в углу, а именно, чтобы вот это было понятно. В документах для благополучателей, чтобы звучало это. Ну, и это старая история, об этом намеком многие знают. И, что еще важно, в письмах поддержки для победителей к потенциальным подтвердам. Часто бывает так, что вот прошел конкурс, выдали деньги, ну и, собственно, там только отчетность теперь уже интересует. А было бы правильно, чтобы вместе с вознаграждением победителю еще и предоставлялись письма поддержки для победителей. Можно даже стандартное, типовое, знаете, там какая-то справка на место требований, а в идеале еще и, чтобы можно было адресные письма писать. Потому что вот победили, просим оказать содействие, такое-то, такое-то или такое-то, информационное, как минимум. Вот, и у нас первый вопрос от Юлии Сарановой. Вопрос. Где можно посмотреть примеры информационных писем и материалов о результатах для разных аудиторий? Ну, я думаю, что вот смотря в каких конкурсах вы участвуете или какие конкурсы организуете, как правило, любая организация, проводящая конкурсы, пишет такие информационные письма и выкладывает их у себя на сайте. Ну, то есть это вот само собой разумеется. А вот уже, если для разных аудиторий, то вряд ли есть такой ресурс, где на сайте выложено там письмо для журналиста, письмо для администрации, письмо для благополучателей и так далее. Тут уже, как бы, слава богу, все языком своей страны, каждый владеет и пишет в соответствии с конкретными своими целями и задачами на конкретный адрес, как мы ведем личную переписку, так и это. Вот. Но если это тогда может быть такой намек в школе, что, может быть, имеет смысл сделать такие рекомендованные образцы, примеры и подобного. Но на мой опыт эти образцы большой роли не играют, точно так же, как образцы пресс-релизов, не играют никакого значения в обучении писать пресс-релизов. Вот. Даже шаблоны пресс-релизов не помогают. То есть тут уже просто понимать, зачем мы это делаем. Поэтому первый вопрос, зачем, чему нам это необходимо. Исходить из того, а что важно и ценно для адресата, кому мы пишем. И дальше уже мы формируем, как любой информационный объект, как плакат, рекламу, ролик, любой коммуникации мы готовимся, так и здесь мы готовим определенный текст, совершенно конкретный в конкретной ситуации. Вот. Поэтому тут получается такой ответ абстрактный. Ну что, идем дальше. Как раз вот через какие именно каналы коммуникаций имеет смысл рассказывать о том, на что и как, кому, когда выделены средства. Вот. Самое, наверное, главное, что личный канал, это, то есть лучший канал, это личное общение. Лучше всего всегда рассказывать лично, с демонстрацией героев и так далее. Поэтому идеальный вариант, это, собственно, наверное, поэтому и проводится церемония награждения, потому что это как раз тут самое личное общение. Лично вот увидеть победителя, задать ему вопросы, поздравить, увидеть экспертов, задать им вопросы, поздравить, поблагодарить, организовать какие-то там вокруг этого уже движухи разные, там с презентацией проекта перед его началом, с возможностью показать там какой-то вот таймлайн того, как изменится жизнь в регионе, благодаря реализации этого проекта, визуализировать будущее таким образом и для целевых аудиторий и так далее, и так далее. Поэтому это вот, в первую очередь, все то, что можно назвать личным общением. А дальше уже вот эти вот огромные чеки, там, получил, там, не знаю, 300 тысяч, миллион, там, 5 тысяч и так далее. Благодарности, включение в события. То есть, если, например, прошел у вас конкурс, или прошел конкурс федеральный, а пройдите региональный, посмотреть, какие есть региональные события, масштабные, профильные, и именно там еще раз вручить, наградить, там, и так далее. То есть, это еще такая задачка, промонетаривать календарь событий, как федеральных, как региональных, чтобы привязывать одно к другому. И это вот как раз такая вот, ну, классика жарочная называется. Дальше, соответственно, релизы и социальная реклама. Если релизы еще как-то используются, то социальная реклама практически я не вижу, что вот победители конкурса, разве что, когда побеждают, например, в конкурсах, ну, то есть, вот буквально вчера там в московском метро я видел, что вот там победители конкурса дизайна метро, и вот в метро висит этот объект победитель. Ну, вот тут как бы можно, отталкиваясь от этого, можно представить, что если, например, привлекать в партнеры какие-то вот медиаканалы, то там, соответственно, и можно размещать в том числе макеты социальной рекламы, разрабатывать их специально, которые бы переходили как раз от факта победы к призыву к получению этих благ или к участию в этом проекте и так далее. То есть вот этот инструмент, он тут явно может иметь место, хотя, если честно, я, ну, вот пока даже конкретных примеров, вот не помню, что было по результатам конкурса социальных проектов для некоммерческой организации появлялась именно вот в связи с объявлением результатов социальная реклама. Но очевидно, что это интересная история, которую можно попробовать где-то начать реализовывать. И следующее – это маркировка инфоматериалов, а также товаров и объектов среды победителей. То есть мы еще и к дому не подошли, где сидит победитель, а уже как-то догадываемся, что он победитель. Уже какие-то вот появляются вот определенные знаки, символы, там, флаги, таблички и так далее, и так далее. И это как раз тоже такая важная история и для того, чтобы в целом конкурс становился частью жизни людей. И проект, соответственно, по ним было понятно, откуда растет и почему. И с другой стороны, собственно, а вот я вспомнил пример. Я был в Братске два месяца назад, и там победитель конкурса улучшения благоустройства двора, большого многоквартирного дома, то есть он только победил. Он еще, проект еще не начался, деньги еще не были перечислены, но во дворе большой баннер был натянут прямо во дворе, вот он на сетку спортивной площадки с визуализацией того, каким будет двор после того, как будет поедена реализация этого проекта. И было указано, что вот этот проект победил только что вот в конкурсе «Русала» помогать просто в городе Братске. То есть это вот как раз очень правильное решение и правильная история. рекомендовывать или показывать такие вот образцы, таких решений, вот демонстрации победы. И это очень адекватный канал коммуникации, потому что он адресован исключительно для тех, кого ждут как людей, которые будут вовлечены в проект, людей, которые будут благоуточателем этого проекта, то есть жителей этого двора. Вот, поэтому это вот только сейчас вспомнил, а потом можно было даже фотографию привести в пример, я ее как-то в Фейсбуке размещал. Ну что, идем дальше. И, соответственно, что еще можно рассказать? В первую очередь надо рассказывать и видеть в результатах посвящения конкурсов, в рассказах о том, на что выделены деньги, даже не важно, на что выделены деньги, а что произошло, какая случилась история. И вот важно создавать как раз подобные вдохновляющие истории, говорящие о том, что вот такая-то организация получила, и вот ее вдохновляющая история. И мало того, такая-то организация не получила, и вот ее вдохновляющая история. И, то есть, в любом случае, важно, что мы, с одной стороны, привязываем это к конкурсу, с другой стороны, мы показываем, что изменяется благодаря конкурсу, и еще важно, вот как раз вот, ну, это сложно, да, но важно проанализировать и показывать, что меняется даже там, где мы не поддержали проект. Но самоучастие в конкурсе, по большому счету, если так правильно позиционировать, тоже является поддержкой проекта. Потому что мы обращаем внимание на что-то, мы фокусируем внимание, мы мотивируем к созданию проектных историй. И, как правило, если это реальный проект, он все равно будет реализован. Независимо от того, поддержала ли конкретная организация в конкретном конкурсе этот проект или нет, все равно люди не случайно им занялись, не случайно будут его делать. И тогда, как раз, вдохновляющая история даже не поддержанных проектов, но участвующих в конкурсе тоже может оказаться как интересная штука. Следующий еще элемент, который важно показывать, это обзор данных по итогам конкурса и оценка, соответственно, этих результатов. Это важно, в первую очередь, для себя, как организаторов конкурса. Важно для победителей, чтобы они понимали масштаб аванса доверия, который предоставлен, либо поддержание этого доверия. И важно для того, чтобы обеспечить то самое, как я назову, прозрачность и доступность данных о конкурсе с предоставлением самим организаторам реальной фактуры, реальных распределений, реальных направлений и так далее. Чтобы потом не пришлось какой-то другой организации все перечитывать, пересчитывать и публиковать данные о том, как и куда, неизвестно почему, перетекли средства и так далее. И вдруг выяснится, что там... Ну вот, сейчас вот все поле информационное про конкурсы постоянно бурлит разными такими вот аналитическими материалами, превращающими инсайдерскую информацию в публичную. И, соответственно, если заложить такой вопрос, вдохновляющую историю непобедившего проекта, ну, у меня, может быть, сейчас вот... Ну, я вот расскажу одну историю, да, хорошо. Есть такая в Новосибирске компания Алавар. И эта компания была маленькой, в маленькой истории такое они создавали... Вот я из другой области приведу, но она все равно очень показательная, потому что, по большому счету, все очень типично. И вот эта компания придумала делать такие простые игры, там, знаете, там шарики разные, там, тетрисы, ну, чуть-чуть другого типа и так далее. И они начали работать, такая была небольшая инициативная группа в Новосибирске людей. И когда им показалось, что они уже вот, ну, более-менее такая крепкая команда, вот по рассказам их сотрудников, они попросились, ну, как бы предложили купить, или там, собственно, вложить инвестиции от компании 1С в эту структуру. Это конкурс, по большому счету. И очень большой конкурс, очень много компаний постоянно предлагает таким компаниям, ну, то есть тем, у кого есть деньги, вот, как бы, соучаствовать, выделять финансирование на стартапы, там, и так далее, как сейчас в случае с социальным предпринимателем. И 1С сказал, что нет, это вообще не рынок, не тема, неинтересно и так далее. И вот интересно, что через 10 лет компания Алаваров вручила огромную такую красивую благодарность компании 1С за то, что 1С ее не купил. Потому что они стали огромной, просто входящей в 10 лидеров мира крупнейшей IT-фирмой по производству casual игр на территории именно мира. То есть это и Северная Америка, и Азиатский рынок, и Российский рынок, и так далее. И этого бы ничего не случилось, если бы они выиграли тот конкурс. Вот. И это прям реально вдохновляющая история для многих стартаперов, которые, как бы, вот, не побеждают в очень многих конкурсах по, по крайней мере, там, инвестициям, там, и так далее. Вот. Ну, вот то, что первое в голову пришло. Могу подумать, еще там, вспоминать. Надежда Герасимова пишет. По прозрачности, особенно президентских грантов, очень много вопросов. Хотелось бы именно от грант-операторов видеть анализ ошибок заявок, почему они этого не делают. Ну, вот, третий, да, повод – это вот анализ ошибок при подаче заявок. И я думаю, что это, чтобы это делать, это совершенно отдельная задача. И у нее могут быть очень разные цели. То есть, какой целью оператор будет анализировать ошибки при подаче заявок. Вот, реально, если так вот подумать, целью могут быть… Ну, я вот могу привести простой пример. Буквально вот на прошлом месяце, в прошлом месяце закончилась оценка заявок на субсидии правительства Москвы и комитета общественных связей, КОС. и они достаточно смело поступили, предложив, значит, а там как там, заявка делится на, по-моему, 7 или даже 10 блоков, и по каждому блоку нужно было поставить оценки, причем там по разным шкалам, где-то шкала от 1 до 5, а где-то от 1 до 50. И при этом нужно было обязательно писать комментарии, обосновывающие каждую оценку по каждому вот этому критерию каждого раздела проектов. Огромная работа. И зачем мне… И вот смотрите, вот, например, заявка нехороша. Вот я как эксперт ее читаю, понимаю, вот ни в коем случае нельзя давать деньги вот на такое вот. И я понимаю, что мне это все придется обосновывать. Я ставлю там, соответственно, там 1 в шкале 50, я пишу, читаю проект, выбираю оттуда цитаты, обоснования, аргументы для того, чтобы показать, что нельзя эту заявку финансировать. Я лезу в бюджет и смотрю там разные расходы и нахожу там аргументы, почему нельзя эту заявку финансировать. И это все большая работа. Это работа не для автора проекта. Это работа для… Я это пишу для организатора конкурса. У меня цель – обосновать, почему нельзя давать деньги организаторам конкурса этому проекту. И в этом смысле, вот надежда, если вы хотите получить анализ ошибок заявки, это вообще другая история. Другие цели, потому что перед экспертом в этом случае будут стоять. То есть вот я, надеюсь, обосновал там по ряду заявок, порядка 10, почему нельзя им давать деньги. Вот именно мне пришлось перелопачивать проект. А хорошим заявкам мне было легко просто оценить. Просто говорю, отлично, здорово, хороший подход, вот в этом вот вообще чудесно и так далее. То есть как раз, чем хуже заявка, тем больше работы экспертов. Вот такой парадокс. И анализ ошибок при подаче заявок – это вот, опять же, многослойная история. При разных целях будет разный, естественно, анализ ошибок. И здесь уже вопрос как раз к оператору конкурса и так далее. Какую цель поставит он при конкретном анализе. И очень много вопросов по прозрачности президентских грантов. Ну, тут уже, как бы, опять же, их методология проведения конкурсов, их вообще цели проведения конкурсов. Это вот у каждого оператора они совершенно свои, нет общих целей. и, соответственно, ну, в смысле, у каждого конкурса, в котором есть операторы. Вот. Цели свои. И поэтому тут уже и анализ тоже может быть разный. Ну, вот, и с точки зрения еще дополнительных, не знаю, ответил я, Надежда, на вопрос. Вот, из вдохновляющих историй то, чем мы сейчас занимаемся. Вот мы тоже проводим вдохновляющие, собираем вдохновляющие истории. У нас есть своеобразный конкурс, например, мы сделали сайт, на котором все регистрируются, там, порядка, 400 сейчас зарегистрировалось общественных, социальных предпринимателей, в том числе и некоммерческих организаций. Они публикуют о себе материалы. Из этих материалов мы отбираем самые детальные, подробные, для того, чтобы публиковать их уже в книге о социальном предпринимательстве. А из этой книги мы выбираем самые-самые для того, чтобы снимать кино о социальных предпринимателях. Видите, такая фильтр, вороночка такая, последовательная. И вот нам нужны действительно вдохновляющие истории для того, чтобы сделать вот такую вот историю. Но это как вот пример, тоже такой вот, может быть, ниши. А вот гораздо более интересная история вот сейчас, буквально два дня, как запущена на сайте grant.nko.ru. Это как раз вот тот самый анализ ошибок, о чем Надежда говорила, при подаче заявок. когда подается заявка, а эксперты ее разбирают именно для того, чтобы найти ошибки и показать их и предоставить анализ и рекомендации именно автору. Не организатору, у которого свои цели и свои задачи перед анализом стоят, а именно автору, чтобы он написал более качественную заявку. И вот это вот очень интересный ход. Мне кажется, я даже вот об этом сейчас там у себя в фейсбуке уже там пару анонсов показывал, и мне кажется, что это очень логично и здесь показать, что вот это другая история, но здесь и цель другая. Здесь цель повысить в принципе эффективность и умение автора писать заявки на получение грантов и субсидий. И это такой дополнительный именно побочный эффект, о чем еще стоит говорить, когда мы выделяем средства. Мы можем это отдельным каким-то проектом вывести, как собственно и получилось у Института проблем гражданского общества, где Мария Слободская разработала такой вот учебный курс по обучению заявителей действительно писать заявки лучше, не важно куда, не важно какому оператору это будет сделано, важно именно понимание самой базовой логики написания заявок и понимание почему эксперты эту заявку не поддержали, там вот в том числе я может быть принципиально поставлю единичку из 50 баллов определенным проектом, просто вот по совершенно очевидным вещам, которые не очевидны для авторов этих проектов. вот хорошо, ну что у нас получается уже 12.38 я должен как-то это самое заканчивать, поэтому сразу долистаю до конца необходимое по шаблону слайда, что вот внимание новые возможности консультации для никого занимающихся организацией проведением конкурса, и соответственно консультации проводит экспертная группа программы, и вот как раз многие вопросы могут быть тоже решены, писать нужно вот по этому адресу. И внимание, следующий вебинар 13 января, тема сопровождения проектов победителей, за них или вместе с ними, ведущая Наталья Бадяева. Запись здесь. Вот, ну что коллеги, по времени я уложился, по вопросам вопросов было немного, но были хорошие вопросы, спасибо большое, и если есть еще, может быть, там один-два вопросика, давайте задайте, судя по тому, что у нас еще организаторы не прерывают, мы, наверное, можем еще ответить. Спасибо, спасибо, Надежда, тоже взаимно с наступающим Новым годом. Хорошо. Ну что, есть ли вопросы раз, есть ли вопросы два, есть ли вопросы все понятно. Хорошо. Спасибо большое. Тогда с Новым годом вас, всего вам хорошего, до свидания, все счастливо. да, с Новым годом вас, до свидания. Продолжение следует...